Мне кажется, что сейчас наиболее перспективно это переход на модель, референсную модель систем Banking Industry Architects Network. Вендоры, такие как Oracle, Timenos, Mises и Deasoft к ним присоединяются, договорились о общих стандартах банковских систем и объявили о том, что они будут выпускать их в рамках этой референсной модели. Это, мне кажется, самое главное. Самое большое изменение – это то, что банки захотели иметь специализированные решения для обслуживания своих клиентов. Во фронтальных решениях бизнес-процессы очень специфичны, и для поднятия сервиса, и для эффективной конкуренции необходимы специализированные приложения. И в этом впервые, наверное, российские банки находятся не в тренде догоняния мировых банков, а даже немножко опережают их. Видно, что заказчики стали очень зрелыми, фактически организуют свою деятельность в рамках проектной деятельности. Главным требованием является соблюдение сроков, потому что бизнес не может ждать. Но при этом они могут правильно ставить задачи вендору, контролировать их исполнение и принимать правильные решения, в том числе беря на себя ответственность за то, чтобы эти сроки соблюдались. Главное для нас – это выпускать новую банковскую систему в рамках компонентной референсной модели «Бэнкинг индустрии, архитектор «Стетвард». Мне очень понравился доклад на банковской секции, на которой я присутствовал, Алексея Широких из Уралсиба. Мало кто сегодня может столько собирать людей, значит, есть интерес, значит, вы умеете держать аудиторию. Спасибо.